Если поздним морозным зимним вечером вы будете идти по слабо освещенной улице, навстречу вам будет идти прекрасная девушка. И если вы, проходя мимо нее, вдруг внезапно упадете, то знайте, что это действует сила притяжения. И эта сила, которая притягивает нас к Земле, называется гравитация. И именно она отвечает за то, как устроена вся Вселенная. Вообразите, что есть один закон, который управляет Вселенной. Этот закон ключ к тому, чтобы понять, как Вселенная устроена. Бесконечна она или конечна? Стабильна она или изменяется? Узнать ее прошлое и будущее. Когда прекрасные небесные люди-астрономы общались с прекрасными земными людьми-физиками, образовалась наука, которая изучает Вселенную в целом. Она называется космология. И эта наука поистине уникальна, потому что Вселенная — это максимальное, что мы вообще можем себе представить. И обещанием верить в руки ученых знания о самой Вселенной космология вскружила голову многим амбициозным и жаждущим всевластия людям, в том числе и мне. Разумеется, поэтому мы хотим знать, как выглядит этот закон гравитации. Но история складывается следующим образом, что мы придумываем такой закон. Вроде он везде работает. Но потом мы строим новые телескопы, начинаем смотреть дальше, и оказывается, что он не очень правильно описывает действительность, и приходится как-то его корректировать. Первая такая история произошла в 19 веке и связана с орбитой Меркурия. Тогда тяготение описывалось всего одной формулой. Формула тяготения Ньютона — сила тяготения увеличивается с массой и уменьшается с расстоянием. Эта формула прекрасно описывала гравитацию на Земле и движение почти всех планет. Но вот оказалось, что движение Меркурия не соответствует этой формуле. Чтобы спасти теорию тяготения Ньютона, ученые предположили, что между Солнцем и Меркурием существует какая-то невидимая планета. Но потом обнаружились и другие несоответствия, и теорию тяготения Ньютона заменила теория тяготения Эйнштейна. Это более красивая и изящная теория. Она описывает гравитацию следующим образом. Если у нас есть какое-то массивное тело, то пространство-время вокруг него как бы прогибается или искривляется. Чем тяжелее тело, тем сильнее пространство-время прогибается, в итоге образуется ямка, и в эту ямку скатываются все окружающие тела. Вот так устроено притяжение. То есть на самом деле мы живем в кривом пространстве. Кривое пространство — это такая забавная вещь, где, например, параллельные прямые расходятся, а сумма углов треугольника не равна 180 градусам. То есть на самом деле, друзья, мы живем в очень интересном мире, который мы пока еще плохо знаем. Теория тяготения Эйнштейна предсказала такие классные вещи, как гравитационные волны и черные дыры. Вторая история произошла в 1998 году, когда решили прекрасно согласующиеся со всеми наблюдениями теории Эйнштейна применить ко всей Вселенной. И теория Эйнштейна предсказала, что галактики разбегаются, причем делают это все медленнее и медленнее. А астрономы увидели, что да, на самом деле, представляете, во Вселенной галактики разбегаются друг от друга, но они делают это все быстрее и быстрее. Чтобы объяснить это, чтобы спасти теорию Эйнштейна, ученые предположили, что вся Вселенная заполнена некоторой невидимой, неощутимой темной энергией, которая заставляет галактики разбегаться все быстрее и быстрее. Это один подход, его минус в том, что вообще непонятно, что такое темная энергия. непонятно ее происхождение и вообще она обладает очень странными свойствами. Поэтому, на самом деле, многие ученые думают, что нам просто нужна новая теория гравитации. И поэтому во всем мире разные научные группы пытаются придумать такую новую теорию гравитации. Я вам расскажу про ту, над которой работаю я и мои коллеги. Ее суть в том, что на больших расстояниях порядка расстояний между галактиками действует отталкивание, а не притяжение, и поэтому галактики разбегаются все быстрее и быстрее. Окей, а как сделать такую теорию? На самом деле, все дело в геометрии. Геометры давно уже все придумали. У них в мозгах мир устроен намного интереснее, чем в наших мозгах. Поэтому они знают, что вот наше представление о том, что мир плоский, и то, что в нем действует школьная геометрия, это очень-очень большое упрощение. Вот теория Эйнштейна, она частично сняла это упрощение, разрешив пространству времени быть кривым. А в новой теории мы просто берем еще более естественную, еще более свободную от ограничений геометрию. В новой теории вводится новое свойство пространства-времени, оно называется кручение. Его можно проиллюстрировать на таком простом примере. Если вы с другом будете стоять, вот как показано на рисунке, и если сначала каждый из вас пройдет метр в направлении туда, куда смотрит другой, а потом метр в направлении туда, куда смотрит он сам, то вы не придете в одну точку. Конечно, это свойство очень-очень слабое, этот эффект очень-очень слабый, но в реальной жизни мы его, разумеется, не наблюдаем. Но на масштабах Вселенной он играет огромную роль, потому что если вот такое новое свойство ввести в теорию и соответствующим образом изменить уравнение, то действительно получается, что галактики разбегаются правильно без всякой темной энергии. Окей, но любую красивую теорию нужно проверять. Как же проверяются теории гравитации? Во-первых, любая теория должна абсолютно и полностью соответствовать всем астрономическим наблюдениям. Во-вторых, ускорители. Гравитация — это такая интересная область, где макрофизика, то есть космология, и микрофизика, то есть физика частиц, очень тесно переплетаются. Вот я сказала, что мы ввели новое свойство, новое свойство пространства-времени. А для микрофизики это значит, что в теории могут появиться новые частицы, которые могут быть замечены на ускорителях. Вот, собственно, сейчас я смотрю, какие новые частицы появляются в нашей теории. И, наконец, третья проверка — это гравитационные волны. Их уже ловят, как вы знаете, и скоро мы сможем рассмотреть их свойства. И та теория, которая наилучшим образом предскажет их свойства, и будет правильной. Ну, а теперь главный вопрос. Вопрос, который, наверное, волнует многих из вас. Почему, собственно, вы сюда пришли? Это вопрос «Зачем?». Зачем ученые изучают всю вот эту науку? И ответ на самом деле очень простой. Ответ где-то в области психологии — это отсылка к предыдущему спикеру. Дело в том, что ученые просто не могут остановиться. Я не знаю, где и как Недостающий элемент. Я продолжаю поиск. Я... Еще чуть-чуть и точно. Будто кто-то мне сказал то, что это я должна узнать. Как устроен этот мир от созвездий до черных дыр. И с тех пор я жду Недостающий элемент. Я продолжаю поиск. Я... Еще чуть-чуть и точно. Может, кто-то далеко от нас за пару световых веков. Очень хочет сообщить. Я живой, ищи меня, ищи. И всю жизнь я жду Недостающий элемент. Я продолжаю поиск. Я... Еще чуть-чуть и точно. Отлично. Смотрите, вопросы могут быть и по научной составляющей, и по творческой, естественно. Давайте... А микрофона нет у вас, конечно. Конечно, нет. А давайте, да, мы его дадим, а я отдам тебе. Держи. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как в концепцию вашей теории вписывается теория о черных дырах? Мы еще не изучали этот вопрос. Ну да, на самом деле не изучали. Определенно они есть. Возможно, они обладают какими-то другими свойствами по сравнению с черными дырами, обычными, к которым мы привыкли в общей теории относительности, теории Эйнштейна. Но мы пока не изучали, поэтому ничего не могу сказать. Спасибо за вопрос. Давайте еще. Раз, раз. Так, где вы? Покажитесь. Вот так вы. Прямо здесь я. Давайте. Хотел узнать, и что вот это ваше кручение все 70% объясняет? А, нет, вот вопрос. Она же расширяется с ускорением. Это норма вообще? Ну, это кручение так работает. Нет, вы знаете, то, что расширяется с ускорением вселенной, это вообще может быть плохо. Потому что, если она продолжит так делать, то нас ждет так называемый большой разрыв. И тогда нас, ребята, просто разнесет. А нас замерзнет, и все. Но на самом деле есть много всяких других пессимистичных прогнозов на будущее, и на намного более близких, чем смерть от слишком быстрого разбегания галактик. Так что… А вот у меня есть такая идея интересная, что темная энергия — это время. Отлично. Мы ее с вами можем обсудить позже. С большим удовольствием. Возможно. Да. Я тороплюсь просто. Спасибо за ценнейшие идеи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.